МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О, Саня, нифига себе! Саня тут как тут. Всегда наготовит. Сдавай нашу игру. Привет, Саня! А где робот Федя? Федя, вон, пожалуйста. Здравствуй, робот Федя. Привет, привет. Я приехал машину забирать по твоему совету. Повтори. Я пришел забирать машину по твоему совету. Ты посоветовал ГВЕ. 350D. Сегодня мне ее отдадут. Может быть. Дорогие мои. А так как на подходе новое поколение Mercedes-Benz GUE, которое приедет в наши дилеры уже весной этого года, то сейчас самое время ловить крутейшие скидки на GUE уже предыдущего поколения. А чтобы увидеть лучшие скидочные предложения, у нас есть, конечно же, автоспот.ру. Выбираем в разделе Mercedes-Benz. Далее здесь, смотрите, подразделы. Внедорожник. Вот они. И тут у нас GUE. Вот, посмотрите. Можно увидеть, какие скидки есть на разные версии GUE. Разумеется, самые жирные скидки у нас в разделе GUE 350D. Он самый популярный. И вот, пожалуйста, миллион рублей скидка. Миллион двести. Самые крутые предложения. Вот это я понимаю. Как вы видите, на автоспоте представлены сразу лучшие предложения от автодилеров со всей страны. И получается, что вам не нужно будет тратить время на поездки в тот или иной дилер, чтобы там просить максимальную скидку, потом ехать в другое, сравнивать. Все это можно делать в режиме онлайн на автоспоте. Друзья, проходите по ссылочке внизу и зацените, какие есть сейчас самые мощные скидки на интересующий вас автомобиль. Ссылка внизу. Автоспот, респект. Опа-ча. Опа. Друзья мои, сегодня у нас очень знаменательный день, знаменательный влог. В общем, вы могли видеть предыдущую серию, где мы продумывали новую тачку для Бати. Все, выбор сделан. Мы сейчас по на авто. Сзади него новый автомобиль. И сегодня мы его вам покажем. Бать, во-первых, во-первых, низкий поклон, друзья, что смогли найти время и вырваться к нам. Я знаю, что сегодня, да, будний день, обед, вот. И поэтому еще и Панавк находится у нас не в самом центре, а на Амкаде. Вот, поэтому спасибо, что приехали к нам. Это очень здорово. Всем-всем спасибо. Вот кто там стоит, можете к нам поближе, кстати, подходить. Будем рады видеть вас. Красот, вот они, вот они все наши здесь, отлично. Вот, Батянь, ну что, как ощущения, расскажи, что внутри тебя, вот здесь? Ожидание, чтобы появилось, наконец-то, вот, руками почувствую. Хорошо, ну что, я тогда думаю, наверное, сейчас тогда сдернем, а потом ты зачитаешь речь. Батя сегодня речь подготовил, дома сидит, и смотрит, что ты пишешь, говорит, что ты делаешь? Говорит, я пишу речь. Воу, окей, хорошо, договорились. Так, вот, это самое главное, ключи. Так, внимание. Так, опа, сейчас, давай, 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 ух ты, ничего себе, она еще лучше. Батянь, неплохо, неплохо. Ребят, давайте поаплодируем Батяне, у него наконец-то появилась новая крутая тачка. Спасибо! Воу! Ооо, офигенно, вообще супер! Батя, смотри, тут еще, еще, еще самый небольшой позитивчик тебе несут. Оооо, ничего себе! В общем, всего вам хорошего, чтобы эта машина приносила. Блин, ребята, очень много, очень хорошо. Батя, вот при вас хотел добрый слава сказать, иван, и вообще, по всей ситуации, где удобнее вставить. Что, друзья, перемещаемся сюда, пожалуйста. Я сегодня речь готовил, пасал перед деткам, репетировал. Кто бы мог подумать, что, всего-навсего, сыну надо было подарить руль, чтобы он играл в нету спик. Ну, а как я к этому пришел, я его поймал на том, что он играл во всякие игры, страшилки, пулялки, стрелялки, монстры. Я их собрал и унес в гараж. Это было неприятно, ребят, я хотел доиграть. Да, ему подарил вот этот руль с педалями и компьютерную программу для изучения правил дорожного движения. Вот, я не знал, что там можно даже соревноваться, и он соревновался не только с ребятами из нашей страны, но даже с другими странами, даже с других континентов. Иногда ночью он с ребятами-бразильцами, с чемпионом мира Бразилии. Прошлых лет он сражался. И вот через два года он стал чемпионом мира и заработал первые 25 тысяч долларов. Но с этого у него все и началось. Вот, потом уже были пробы пера, журналистика, автоспорт. Вот, но мы еще с мамой все-таки занимались и его образованием, он все-таки у нас у меня все-таки закончил юнистом. Да-да-да, он юрист. Могу проконсультировать чуть-чуть. Я хочу всем сказать, дорогие мои, вкладывайте в своих детей. Это самые лучшие инвестиции. Вот он результат. А на листочке у тебя пропанавты там еще было? А пропанавты отдельные, а в конце у меня там тоже. А, мы еще в середине. В общем, полнавта меня удивила вообще, честно говоря. Когда был здесь еще, помните, мероприятие проводили, я первый раз увидел такого уровня огромный центр с таким огромным ассортиментом, с очень вкусным рестораном. Вот, и я хочу сказать, что я очень внимательно всегда отслеживаю. И здесь вот, знаете, от самого простого работника внизу. От Феди? От робота Феди. Да, от робота Феди и кончая руководством. У вас как одна семья. Я очень рад, что я стал членом вашего клуба. У меня есть документы. Все. Ееееее, Ваня, красавчик. Спасибо за эти добрые планы. Давай сейчас в режиме онлайн сделаем такой легкий-легкий обзор автомобиля, да? Вот, друзья, значит, это у нас дизельная-дизельная машина, 3 литра. Вот, сейчас мы отсюда сразу ее погоним. Бруклинс детейлинг. Сделаем всякий детейлинг процедуры мощной, в том числе накинем прозрачную матовую пленку, чтобы она приобрела более дерзкий экстерьер за счет мата и чтобы защитить ее от суровых условий на наших дорогах. Вот, значит, ну что, здесь у нас, смотрите, значит, по багажному отсеку коричневое все. Вот, это прикольно. Не просто черное, а коричневое. Идем дальше. Ну, конечно, самое классное. Нас с папой зацепило в этой машине два момента. Первый, она снаружи очень реально красивый цвет с МГ-пакетом. И внутри реально объективно салон, ну, для нас это лучшее, что может быть вообще в ГОЕ, при комплектации ГОЕ, да, то есть у нас здесь идет микс из коричневой и бежевой кожи с прострочкой. И вот, и лично я очень люблю нелакированные вот эти элементы, бревенчатые, так скажем. Они здесь тоже присутствуют. И это как бы огонь. Вот, так что вот такие вот дела. Добро пожаловать в семью! Так, первый выезд в свет. Батя, на ГОЕ же. А тут снимается на Тигресе. Ну что, Батянь, первые километры ты наворачиваешь на своем новом ГОЕ. Как впечатление? Да, как будто бы я за рулем нахожусь долгое время. Сел и поехал, как будто бы вот все мое родное. То есть хочешь сказать, что нет там дискомфорта какого-то, да? Нет, абсолютно никакого. Я думал, что у тебя некоторое время уйдет на какую-то стартую вообще первичную адаптацию. Нет, нет, нет. Габариты все, это подходит мне все хорошо. Причем, друзья, очень интересный момент заключается в том, что когда мы уже поняли, что покупаем этот ГОЕ, то папа приехал ко мне на своем Nissan X-Trail, на котором он до этого ездил вообще без проблем. И постоянно говорил о том, что... И постоянно говорил о том, что это лучший автомобиль. Когда уже стало понятно, что мы покупаем ГОЕ, что мы оплачиваем эту машину, ему так что-то трудно стало ездить на X-Trail. Прям как-то и комфорт куда-то пропал. Так что все, мы X-Trail уже сдали на продажу. И все, сейчас батя уже на ГОЕ-шке. Едем мы сейчас в Бруклэнс Детейлинг, где уже доберем сюда, я расскажу про планы, что там буду делать с автомобилем. Так что все, двигаемся в Бруклэнс. Родной, ну как ты уже... Ну, ты ездил на разных автомобилях, и вот сейчас ты на ГОЕ, да еще и на своем. Да. Ну, как ты вообще чувствуешь, что вот он, вот он, настоящий Мерседес? Что вот вообще? На своем другие ощущения, честно говоря. Когда я езжу на машине, которую мы тестируем, я все равно беспокоюсь, волнуюсь, как бы с ней что-то не вышло. А здесь вот моя, и мне легче это управлять ей, потому что, ну, я знаю, что у меня своя страховка. Правый ряд. И ОСАГО, и КАСКО. Правый ряд. Меньше переживаешь, когда у тебя оформлена ОСАГО и КАСКО. И еще у меня оформлена гражданская ответственность на миллион. Так что, ощущение безопасности, что не будет неприятностей, нет. Вот мы выбирали между Volvo XC90, да, Каеном, X5 и ГОЕ. Ты вообще в душе не жалеешь, что мы в итоге не добрались до тест-драйва того же Каена нового, да? Нет, не жалею. Просто даже я изначально не хотел. Потому что мне он просто внешне не нравился. А XC90? XC90, я до сих пор неравнодушен к нему. Шикарная машина совершенно. Что не хватило XC90, чтобы стать твоим автомобилем? Немного он скучный по сравнению с этим. Скучный в чем? Опять же, я хочу сказать. Где скучность? На вкус и цвет. Эту баянную фразу мы все знаем, родненькие. А в чем скучность? Ну, вот внешнего, знаешь, есть такое ощущение. Люблю-не люблю. Почему? На одной женимся, на другой не женимся. Химия. То есть тут химия хорошая происходит, да? Да, это любовь. Вообще, друзья, я бы очень удивлен, да, здесь направо, тому, что этих машин ГОЕ в крутых комплектациях, в интересных, их в Москве осталось очень мало. Мы прошерстили все дилеры, все предложения, которые были у дилеров, да, и в итоге, чтобы вот снаружи был вот такой вот синий красивый цвет в МГ-пакете, и чтобы внутри был не черный скучный салон, а вот такой интересный, с деревом снякированным, с коричневой кожей, с бежевой кожей, да, таких предложений оказалось всего два. Одно в Лукойл Центрнефтепродукт в дилере, и второе вот у Панавто. Вот в итоге у Панавто получилось сделать более выгодное предложение. По прайсу машина изначально стоила 5,350, нам Панавто сделал скидку, там получилось меньше 5 миллионов, немного, вот, точную цифру раскрывать не могу, они попросили этого не делать, вот. Так что, я считаю, это очень классная реально цена за такой хороший автомобиль, который будет служить бате верой и правдой. Что касается дизеля, вот скажи, батя, почему в итоге ты сходил дизельный? Мы могли выбрать там ГОЕ-400, бензиновый, например. Дизель, он приемистый, и вот если со светофора снимаешься, он сразу набирает, и все бензины сзади отдыхают, честно говоря. То есть здесь у нас трехлитровый мотор, начинаются мои любимые цифры, 3 литра объем, затем 249 лошадиных сил и очень приличная цифра по крутящему моменту, 620 ньютон на метр. Автоматическая коробка, полный привод, в общем, кайф. До сотни машин едет 7 с небольшим секунд, бате этот хватит вот так вот за глаза, тем более, что у него даже X-Trail, который на ручке 140 сил дизель ехал там 10 с чем-то секунд до сотни, он тоже был самолетом. 150 сил. 150, 150, да. Вообще уникальная машина у меня. Скоро в продаже. Или уже. Нет, там сейчас ее почистят. Я люблю, чтобы у меня машина была и чистая, и сверка, чтобы все было хорошо. Друзья, на этом мы завершаем первую серию по проекту батиного ГОЕ. Я неспроста сказал по проекту, потому что это будет не только первый премиальный автомобиль в жизни моего отца, но и первый его еще и проект, тюнинг проект. Мы будем производить определенные манипуляции с автомобилем. Тачку в ближайшем будущем ждут крутые диски, возможно, дерзкий, мощный обвес. Ну а начинаем мы с более стандартных, но очень важных процедур. Мы приехали в Бруклинс Детейлинг, и в течение следующих дней здесь будут накидывать прозрачную матовую пленку на весь кузов, затем подготовят все снаружи, внутри. Мы все это будем снимать и показывать вам в следующей второй серии. Так что не переключайтесь, подписывайтесь, если не подписаны на канал, обязательно колокольчик ставьте, чтобы не пропускать новые выпуски. И пишите в комментариях, что вы думаете насчет выбора отца, не ошибся ли он с тем, что взял именно ГЛЕ, а не другую машину из конкурентного ряда, так скажем. Вот, и вот такие вот дела. И у Бати еще инстаграм 70 тысяч, ссылочка на него будет в описании, тоже подписывайтесь, там интересно. Тебе есть что сказать? Спасибо за внимание. Устал ты сегодня уже. Все, друзья, на связи, спасибо большое. На связи. Субтитры сделал DimaTorzok